Полтора месяца работает новая чистотная фитроварная станция. Все-таки хотелось бы услышать ваше мнение. Вода хорошая? Ничего не поняли еще. Я скажу, можно? Что не поняли? Не поняли, хорошая она и плохая. А, не поняли, да? Нагиб как был в чайниках, так и есть. Еще бы не шоколадный. Другой, как сказать, весь не сменился нагиб. Не так, как раньше наседало, это нагиб сразу, как себе тиштяник. То есть она прилипает на стенки кастрюль и чайников, и нужно ждать минут 10, пока она осядет. Такого раньше не было. И у меня любимый вопрос, вот, Николай Владимирович, мы с ним уже два месяца с этим вопросом работаем. В центре поселка этого нет. Но, ребята, на Солнечной, у меня сосед вот рядом, Михаил Афалевич, он уже матерится. Невозможно даже, дышать от воды невозможно. Понимаете? Они отитывали, запах морганалов. Дышать это что, азон? Запах морганалов, я не знаю, мне кажется, азон с кварцем. Кварцем, кварцем. Вот когда кварцуют помещение в больнице, вонь такая, открываешь, я привозила воду, он знает, открываешь кран, гухня наполняется, и не в запах. Говорит, у вас не так? Вот так. А почему молчишь-то сидишь? Опять, когда он расскажет, как в отыне недовольны всем, всем забрать. Хорошо, не положите, чем все поменят этот вопрос. Мы работаем с ним, но это дело, а ребята, не возможно. Я сейчас расскажу для всех, и, кстати, на раз у меня тоже информация. И так можно ее выделить? Да, давайте, сейчас я вам поясню. Падаем поменю. Просто вы хотели давно об этом рассказать. Мы же сами изучали, да? Когда мы принимали решение о том, какой использовать способ очистки вашей воды. Вы же понимаете, что это федеральный проект, национальный проект, да? И нам сказали, Николай Владимирович, хламирование, это уже 19-й век, 20-й, давайте современные методы. Мы начали изучать, есть технология очистки воды в городе, взять Назарово, да? Метод хлорирования засыпают какие-то коагуляции, которые выделяют остатки, и засыпают хлорку, ну или там какие-то плотные вещества, которые убивают все. Но нужно четко понимать, хлорка это ям для всего живого, в том числе и для человека. Это очень важно, почему? Потому что важна концентрация. И для расхита привыкли уже к запаху хлорки, да? Что она всегда подходит в хлорке. Здесь у нас ситуация другая, мы не используем химические реагенты при очистке воды, это очень важно. Это новая современная станция, которая использует метод айзонирования. То есть изначально на самой станции производится озон, а что такое озон? Кто не знает? Нет? Это О3. Кислород, которым мы дышим, это О2, кислород это наша жизнь, а озон это О3. Соответственно, когда станция произвела озон, она под давлением подает его в воду, и мы получаем реакцию, где выделяется активный кислород, насыщение, она обладает определенной свежестью, и выделяется молекула О1О. Вот посмотрите, когда молнии стучат, да, в издук где-нибудь еще, или в больнице, когда включаем вас в звание, она выделяется озон. Поэтому у кого-то вызывает эмоцию, что свежесть, у кого-то вызывает запах больницы, да, это и есть запах озона. Но вот этот озон, вот эта молекула кислорода одна, она убивает все вот эти организмы в воде, которые нам не нужны, и выделяет их в осадок, и мы ее спокойно фильтруем и подаем в ВАМ. Что касается запаха, да, мы наблюдаем. Где-то запах действительно есть, который с крана идет, да, где-то запаха сразу нет, пять минут постояло запахами, в принципе, но мы работаем активно с вашим, с вашим... Недовольным человеком. Вы мой рупор в области жоперя. Я на лезвитель, а на тебя глобые. Да, смотрите, мы вчера, мы тоже сейчас методом эксперимента, у нас две озвонные установки, мы вчера одну остановили, ну, чтобы чуть-чуть меньше концентрация зона была, сейчас пару дней пройдет, чтобы вода обновилась, а я с вами скажу, скажете, да, потому что мы договорились на февраль месяц, что мы специалистами для организации, где устанавливаются установки, то-то проедем, сделаем еще раз экспертизу и так далее. Что касается нафиг, ну, я сразу же объяснил, да, Мир и Федорович, чтобы понимание было, то, что мы изначально, почему нафиг это оборудовывается, пригласили специалистов, они говорят, что мы отчаяем воду от всего, микроорганизмы, там, всякие осадки, вода, все остальное, железо, все, но кальций, мы, говорит, был показатель 7, там, условно, единицы, да, снизили до 3. Если мы, говорит, снизим его до нуля, у вас будет мертвая вода, ее пить нельзя, то есть их специалисты говорят, кальций должен оставаться, у нас 25% кальция, поступающего в организм, где-то через город, поэтому можно добавить немного реагентов, которые у нас нейтрализуют кальций, но тогда вода будет мертвая, она не будет полезной, поэтому пока мы это сделали так, мы все снизили до нормы, и сейчас у вас вода, у вас вода сейчас чистейшая, лучше, чем в городе. И вот поверьте, у меня сегодня с водителем едет, вот, Николай Владимирович, может, у меня это жертвы, не разобучил, как мне вода набрать, но не едет. У меня это жертвы, не надо. А я это не раньше в городе. А вы, пожалуйста, приветствую. Мой старый организм не принимает новую технологию. Полезно. Полезно. Полезно, это в азоне, улучшение здоровья человека, используют азон, как мертвенно водят, с раствора, без раствора. То есть, азон засечается через раствор с азоном и через лево уходят за капиталом. И это улучшает акистинно-воследовательные реакции организма, отличается над шлаком. Так что, по поводу вот этих запахов, я вам скажу, что это тоже есть. Это кислород. Какой кислород? Это кислород. У вас азон при попадании в воду разделяется на молекулу кислорода и кислород. Все. Азона, как такового, там нет. Это запах вот этого распада. И, соответственно, у нас же, смотрите, у нас идет смягчение, то есть очистка. Продолжение следует.